Януковича и других событиях недели на Украине и вокруг Украины, расскажет Артём Широков. Место и время встречи с Виктором Януковичем изменить нельзя, но точный адрес британские журналисты получают лишь в последний момент. Корреспондент BBC Габриэль Гейтхаус едет на окраину Москвы в частный особняк при конном клубе, отмечая высокий уровень безопасности, который сохраняется вокруг экс-президента Украины. Это первое общение Януковича с западной прессой после событий на Майдане и отъезда из страны. За то, что тогда остался жив, он впервые публично благодарит Владимира Путина. Я ему, конечно, благодарен за то, что он дал такую команду, и нам, моей охране, способствовали выполнить эту задачу, вывести меня и спасти мне жизнь. Вспоминая Майдан, Янукович до сих пор убежден, от власти его отстранили незаконно. Приказа стрелять по демонстрантам он не давал, а вся кровь на руках нынешней киевской власти, которая несет ответственность и за войну в Донбассе. Я предупреждал, что они не остановятся на Майдане, они пойдут дальше. За эти полтора года произошла война, за эти полтора года Украина потеряла Крым и Донбасс и тысячи жизней людей. Подробно говорил Янукович и о Крыме, однако эту часть из интервью для британского телевидения вырезали. Она осталась лишь в более широкой интернет-версии. 90% населения Крыма проголосовало за выход. Значит, вы считаете, что это правильно? Я считаю, что это очень плохо. Но это следствие того, что сделал Майдан. Это следствие того радикального националистического движения, которое напугало население Крыма, которое традиционно было пророссийским. Януковича, как бывшего главу Украины, не радует присоединение Крыма к России, но он признает, что жители полуострова были вынуждены защищаться от радикалов и националистов, которые сегодня правят бал на Украине почти повсеместно. Толпа качает на руках одного из подозреваемых в убийстве писателя Олеся Бузины. Спустя всего неделю после задержания Дениса Полющика выпустили из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен. На радость украинским националистам. Не исключено, что и остальных скоро выпустят. Люди, обвиненные в таком преступлении где-нибудь в западных странах или в Америке, никогда бы не вышли на поруки. В нынешних условиях объективно его расследовать крайне сложно. Прежде всего, из-за давления радикалов. В Киеве вообще все зыбко и ненадежно. А на минувшей неделе Киевский суд отменил решение об увольнении сотрудников главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ. Таким образом, кадровая чистка, которую затеял отправленный в отставку Валентин Наливайченко, закончилась ничем. Однако за день до своего увольнения Наливайченко дал интервью украинской прессе и намекнул, что обладает компроматом на президента. Я не исключаю, что там находятся дела, которые касаются и раздела государственной собственности, и многих-многих судебных дел, которые сейчас только появляются на свет божий. Прежде всего, сформирование экономических активов Порошенко на государственной собственности или на общественной собственности, разного рода приватизациях. Чемодан компромата на Порошенко, как окрестили досье Наливайченко, журналисты, может содержать также и детали тайной встречи в Вене весной 2014 года с олигархом Фиртышем, после которой Виталий Кличко уступил место в президентской гонке Петру Порошенко. По словам Наливайченко, он имеет и немало других пикантных материалов, которые якобы уже переправлены за океан. Как уверяет украинский блогер Олег Ерчук, в правительстве США их просмотрели и по достоинству оценили. Господин Порошенко, вы опоздали. Все документы по этому вопросу переданы личным представителям господина Наливайченко правительству США. И судя по реакции, они получили должную оценку. Отставка, смерть, несчастный случай с господином Наливайченко уже ничего не изменит в вашей собственной судьбе. Написал блогер. Но так ли все это опасно для Порошенко? О том, что Порошенко ворует, знают все. О том, что он ворует, в том числе и из государственной казны, знают все. О том, что он отжимает собственность у других олигархов, знают все. В принципе, Наливайченко не может рассказать о Порошенко, абсолютно ничего такого, чего бы не было бы уже известно обществу. Тем более, что сейчас украинское общество куда больше озабочено грядущим дефолтом. Американские аналитики Goldman Sachs назвали даже точную дату краха украинской экономики – 24 июля. В этот день Украина должна будет произвести очередные выплаты по внешним долгам, чего, скорее всего, она сделать не сможет. Это признал уже и премьер Яценю. Мы не можем сегодня себе позволить обслуживать те долги, которые были накоплены на оборону. Мы тратим 5% ВВП и столько же мы должны потратить на обслуживание внешнего и внутреннего долга страны. Западные инвесторы уже заявили, что долги Украине списывать никто не будет. Судя по всему, следующим этапом станет переход под иностранный контроль украинской госсобственности и территории. Больше Киеву продавать просто нечего. В состоянии дефолта Украина погрузилась еще где-то в конце 2014-го, в начале 2015-го года, когда были полностью израсходы на золотовалютные резервы. И она начала жить только на внешние заимствования. То есть абсолютно всем уже было понятно, что это государство, которое ничего никогда не отдаст. И поэтому, собственно, и занимала она. То есть кредиты получала только от Международного валютного фонда под давлением Соединенных Штатов, от ЕС под давлением Соединенных Штатов и, собственно, от Соединенных Штатов. Ясно, что бесконечно датировать экономику Украины в условиях, когда она перестает платить по счетам, невозможно. Как невозможно и России постоянно делать скидки на газ в ущерб собственной экономике, о чем на минувшей неделе заявил Владимир Путин. Ясно, что при таком серьезном падении цен на нефть, от которой считается цена на газ в конечном итоге, мы не можем предоставлять такую скидку в таком же объеме, как это было раньше. Но в любом случае, конечная цена для украинских потребителей не должна быть выше, должна быть на уровне соседних стран, таких как Польша. А тем временем Киев начинает испытывать проблемы и с политической поддержкой. Европа требует предоставить особый статус Донбассу не временно, а навсегда. Об этом в ходе визита в Киев заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. Но в Верховной Раде встретили это в штыки. Европейцы требуют от нас предложить стратегию специального статуса для Донбасса, и чтобы этот статус не был ограничен тремя годами, как в законе о статусе отдельных территорий, а действовал на постоянной основе. Эти переговоры, которые состоялись в Верховной Раде, были невероятно сложными и эмоциональными. Переходили даже на повышенные тона. Украинские участники восприняли идею чуть ли не как предательство со стороны Хана. Заявила заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам Ивана Климпуш-Цинцадзе. Но политику киевского режима отказываются поддерживать и некоторые украинские военные. Главный аналитик Министерства обороны Украины генерал-майор Александр Коломеец вместе с несколькими сослуживцами забрал семью из Киева и перешел на сторону ДНР. Народ Донбасса попросил одно. Дайте русский язык, дайте фестерилизацию в составе Украины. Ну что, за это надо было послать вооруженные силы и со всех орудий расстреливать города, села, убивать людей. Ежедневные обстрелы пригородов Донецка продолжаются. На минувшей неделе ополченцы отбивали очередные атаки силовиков почти по всей линии соприкосновения. Это видео со сбитого украинского беспилотника доказывает, что целью атак карателей по-прежнему являются не военные объекты, а дома мирных жителей. Но их жизни, судя по всему, Киев давно уже не волнует. Артем Широков, Алексей Яковлев, Евгений Комаров и Дарья Алексеева. Аналитическая программа «Постскриптум». Хорошо известно, что тот взгляд на события на Украине и судьбу Крыма, который подавляющему большинству из нас кажется нормальным и даже единственно возможным, совершенно не разделяют представители либеральной оппозиции, включая некоторых представителей творческой интеллигенции. Ряд из них уже заявили, что покидают Россию, поскольку и политика у нее не та, и история отвратительна, и народ ужасающий. Не народ вовсе, а просто свинные рыла. Да и жить здесь в таком политическом климате вообще невозможно. Об этих настроениях и их носителях в материале Юлии Гробовской. Писательница Людмила Улицкая опять переживает за Россию. Переживает на Западе. В интервью для немецкой газеты она оплакивает нашу страну и нашу культуру. Там, в Европе, Улицкая говорит о нас, в России. Любая попытка активной деятельности сразу же подавляется. Власть дает четкий сигнал – не высовывайте, сидите дома. Поэтому в России вновь царит страх, усталость и безнадежность. Госпожа Улицкая чувствует какое-то уныние, какую-то безнадежность и безысходность. Ну, понимаете, я тоже чувствовал уныние, безнадежность и безысходность, когда вот подобные культурные персонажи определяли основное содержание всей нашей культуры. Понимаете, сейчас немножко с этим полегче. То есть со многим другим потруднее, там, может быть, с деньгами потруднее, с международной обстановкой потруднее и так далее. Но вот с чем-чем, а с чистотой именно воздуха от вот такой вот антирусской, как бы, квазикультуры сейчас гораздо полегче. Она говорит о всей радикально-либеральной культуре. Что это вся радикально-либеральная антирусская культура в унынии. Ну, я буду аплодировать. Ребята, унывайте дальше, безнадежность и прочее. А сам-то народ, я не вижу, чтобы он жил безнадежностью. И народ-то с этим согласен. Вот данные опросов ЦИОМ. Вопрос о власти. Устраивает ли вас политика, которую проводят власти нашей страны? Ответ. Устраивает 56%. Устраивает отчасти еще 29%. Не устраивает 13%. У людей внутреннее самоощущение за последний год повысилось очень и очень серьезно. И я думаю, что если это развитие не удастся прервать, то в этом случае все будет хорошо. Развитие России при всех ее издержках сейчас более-менее нормально. Но у писательницы Улицкой своя логика. Она уверена, что именно из-за политики Владимира Путина между Россией и Европой вновь опускается железный занавес и создается опасная изоляция. У многих и деятелей российской культуры совсем противоположное мнение. Во-первых, я не вижу, чтобы железный занавес отпускался со стороны России. У меня прям диаметрально противоположное мнение. Я считаю, что железный занавес прежде всего опускает та самая Европа. То, что мы называем коллективно Запад. Но для наших либералов Запад корова священная. И свобода здесь свободнее, и власти справедливее, и ценности ценнее. А если что, то виновата во всем Россия, в которой, по мнению писательницы, процветают национализм и самообожествление. И это ведет к смерти национальной культуры. Чем больше внутреннего самосознания, чем больше внутреннего самоуважения, тем в большей степени русская культура развивается, поднимается и так далее. А наоборот, чем в большей степени над нами давлеет какая-то культурная пропаганда людей, которые говорят о ничтожестве России, о необходимости ее любой ценой подчиниться Западу, если вот над нами давлеет как раз коллективная Улицкая, то в этом случае наше культурное развитие попросту останавливается. Но сейчас не тот случай. Сейчас коллективная Улицкая вызывает в России лишь неприятие. Вот что пишут читатели Улицкой в интернете под ее интервью. В высказываниях Эл Улицкой прослеживается старая тематика пророчества о будущем России. Вспомним Уэллса, его Россию во мгле. Не дождались. И вы, госпожа писательница, не дождетесь. Хватит учить Россию, как жить. Не нравится, что Россия развивается? Не нравится президент, за которого проголосовала вся страна? На выход с аннулированием российского гражданства. Википедия она и русская писательница, и общественный деятель. Вот только интересы какого общества блюдет эта русская писательница. Если исходить из логики того, что сегодня происходит в России, то нельзя ожидать ничего хорошего. Многие уезжают. Особенно те, кто еще мог что-то изменить в России. Те, кто участвовал в прогрессах против режима Владимира Путина, по ее словам, отчаялись. Они питались от русского государства. Сейчас их подкармливает Запад. Конечно, они будут вести откровенную политику, устраивающую, скажем, круги НАТО, Америки, Западной Европы и так далее. И они будут говорить все, что угодно. Они скажут, что в Гондурасе высадился партизанский русский десант во главе, я не знаю, с Роговиным. Еще что угодно. Если скажут, надо, скажут и ради бога. Потому что им за это платят деньги. А что значит бороться с режимом Путина? Путин избранный президент Российской Федерации с поддержкой более 80%. Раздражает кого-то это, не раздражает. Но это факт. С этим ничего не поделаешь. Поэтому что значит? Мы же не говорим о режиме Обама или Оландо или Меркель. Они избранные главы своих стран. Никто про это не говорит. На Украине, кстати, говорили. Про Виктора Януковича, тоже избранного по закону. И что теперь стало с этой страной? Война, разруха и хаос. Такого же Улицкая хочет для России. Да и не она одна. Лить грязь на свою родину готовы и другие. Галерист Марат Гельман написал недавно в Черногории статью «Еще один шаг России в ад». Открыто призывают к перевороту. Путин готовится к войне и загодя рвет все, что может помешать поделить мир на мы и они. Пишет Гельман. Холодная война обычно идет на фоне беспощадной войны с инакомыслием внутри страны. Многим кажется, мол, куда хуже. Будет хуже. Это тот самый Гельман, который успешно осваивал бюджетные деньги в Перми, неся культуру в массы в виде безголовых красных человечков. Он же устраивал выставки, где вместо куполов на церквях стояли клизмы. Бюджетный источник иссяк, и Гельман тоже стал либералом в изгнании и борцом с режимом властей. Видно, это сейчас и выгодно, и более востребовано на Западе, чем либеральные клизмы вместо куполов. Юлия Гробовская, Дарья Алексеева, Станислав Ларионов, Евгений Федоров. Аналитическая программа «Постскриптум».